здравствуйте в эфире информационный выпуск день за днем с вами в студии виталий волков и так коротко о том что сегодня в выпуске духовность и патриотизм в городе обсудили проблему воспитания молодежи в отношении подозреваемого следственного отдела межмуниципального отдела мбд россии ярцевский возбуждено уголовное дело волшебная заготовка на зиму обернулась для смолянина реальным сроком если ты ступаешь на путь волонтерства это значит что ты сразу же человек с открытым сердцем и ты всегда поможешь добровольцы отметили свой праздник а теперь об этих и других новостях подробнее 5 декабря 1595 года был подписан указ о начале строительства смоленской крепости она была возведена в рекордные сроки всего за шесть лет и практически сразу была испытана на прочность во время осады войсками речи посполитой с того момента началась трудная история восстановления стены масштабная реконструкция всего памятника архитектуры начнется уже в следующем году по плану министерства культуры российской федерации реставрация крепости продлится три года на нее будет выделено более миллиарда рублей очередность восстановительных работ пока обсуждается министерстве как и способ вернуть смолянам и гостям города возможность подниматься на прясло десногорске прошла встреча на которой обсуждались духовно-нравственные идеалы казачества в ней приняли участие представители власти церкви казаки сотрудники общественных организаций подробности далее центре внимания взаимодействия церкви и казачества в деле духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи участники пришли к выводу что современная молодежь имеет ценностные ориентиры в пользу зла порока у них отсутствует связь с духовным миром по их мнению из этого вытекает незаинтересованность молодого поколения вести добропорядочную жизнь мы же понимаем проблем сейчас много с молодежью хотя бы недавние события трагические которые произошли в керчи и многие другие случаи которые говорят о том что есть реальные проблемы и суицид и значит отказ от благочестивой жизни уход в бездну греха и так далее и конечно же нужно всем здоровым силам общества объединять свои усилия церковь органы власти педагогическое сообщество конечно же казачество навстречу подчеркнули важность постоянного диалога власти церкви и казачества церковь всегда была с казачеством потому что жизнь казака не разорвалась с церковью и для церкви казаки это не только какое-то сообщество да но это это члены церкви это чадо церкви епископ наградил благодарственными письмами участников коллектива вольная станица и председателя смоленского областного отделения федерации рыбки шашки козырла александра селянина главе города андрею шубину подарили икону андрея первозванного завершилось мероприятие выступлением ансамбля казачьей песни вольная станица и общим чайпитием алина сазонтова виталий волков юлия соболева александр ерофеев десна тв ученики первой школы ясногорска придумали полезный образовательный проект старшеклассники оказывают помощь в освоении школьного материала тем кому учеба дается непросто а дома нет условий для самостоятельных занятий проект по поддержке успеваемости предложили ученики 10 класса николай кукин и алина каримова помимо уроков ребята вместе играют занимаются рукоделием поют и ставят сценки в ярцевском районе полицейские задержали любителя марихуаны его квартире обнаружили три трехлитровые банки запрещенным растением подробности расследования смотрите в сюжете 31-летний мужчина хранил у себя дома более трех килограмм конопли по его словам он обнаружил дикорастущие наркосодержащие растения недалеко от своего приусадебного участка задержанный пояснил что хранил наркотик для своего собственного потребления и не собирался его продавать все изъятое было направлено на экспертизу результаты исследований подтвердили что изъятое растение является марихуаной в отношении подозреваемого следственным отделом межмуниципального отдела мвд россии ярцевский возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьи уголовного кодекса незаконное хранение наркотических средств в крупном размере подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет виталий волков александр ерофеев десна тв во всех подразделениях мчс прошел день открытых дверей смолянам удалось побывать на бесплатных экскурсиях им рассказали об истории областного мчс и о добровольчестве на смоленщине сейчас в регионе подразделениях добровольной пожарной охраны состоят 9 с половиной тысяч смолян ежедневно на дежурство выходят более 180 добровольных огнеборцев в москве завершился международный форум на котором наградили лучших добровольцев россии он собрал более 15 тысяч человек из 120 стран самой главной номинации победил смолянин антон караченко главный приз победителю вручил президент россии владимир путин антон ординатор смоленского медицинского университета будущий нейрохирург он разработал и воплотил волонтерский проект здоровое село школах и домах культуры автор идеи организует приемы врачей диагностику на современном оборудовании а также мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи и продолжаем тему добровольной помощи 5 декабря праздновался всемирный день волонтера волонтер человек который отдает свое время энергию знания и не получает финансовую выгоду но он получает нечто более важное личное самоуважение и чувство своей необходимости эту дату отметили и в десногорске в торжественном мероприятии приняли участие сами волонтеры руководство администрации и смоленской атомной электростанции праздник начался с просмотра фильма я волонтер истории неравнодушных эта документальная картина о людях готовых днями и ночами искать пропавших тушить пожары восстанавливать храмы спасать животных помогать детям и пожилым затем глава города наградил благодарственными письмами лучших волонтеров десногорска и отметил важность вовлечение еще большего количества детей и взрослых в ряды добровольцев желаю всем добровольцам и активистам никогда не терять своего энтузиазма а общественным организациям продолжать успешно работать и принимать в свои ряды новых активных жителей также в торжественном награждении принял участие и начальник управления информации и общественных связей смоленской аэс евгений шубта он наградил самых активных работников станции благодарственными письмами а заместитель главы александр новиков который является куратором муниципального волонтерского штаба вручил личные книжки волонтера это первый документ подтверждающий бескорыстную деятельность он официально подтверждает все заслуги и добровольческий стаж сами ребята признаются что безвозмездная работа доставляет им еще больше энергии и душевного тепла моей жизни волонтерство играет очень большую роль потому что нет средства лучше почувствовать себя человеком как помочь кому-то другому я хочу нести этому миру добро хочу помогать людям которые в этом нуждаются я считаю что волонтер это человек отзывчивый который добровольно пойдет на помощь другим людям в любую минуту и меня это привлекает я хочу помогать завершение мероприятия александра киселёва исполнила гимн волонтеров алина сазонтова юлия соболева александр ерофеев десна тв в смоленске наградили лауреатов регионального этапа ежегодного всероссийского конкурса в области педагогики воспитания работы с детьми и молодежью за нравственный подвиг учителя также были отмечены и победители епархиального этапа конкурса детского творчества красота божьего мира им вручили дипломы и ценные призы награждения прошли в рамках рождественских образовательных чтениях них приняли участие более полутора тысяч человек из всех муниципальных образований региона в роскачестве рассказали как выбрать новогоднее дерево не навредив природе экологи советуют выбирать именно живую елку по словам экспертом выращивание 10 натуральных елок на специальной плантации наносит природе меньший ущерб чем производство одной искусственной урон природе наносит только незаконная вырубка эксперты рекомендуют покупать дерево в лесничествах магазинах и легальных елочных базарах свежесрубленная ель может стоять в квартире около 8 дней сосна около 12 чтобы продлить ей жизнь лучше разместить ее вдали от отопительных приборов и использовать специальную подставку с резервуаром для воды для подкормки можно использовать специализированное средство или народный рецепт добавить в воду ложку сахара и растолченную таблетку аспирина на сегодня это вся информация все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале но и на сайте desnadefistv.ru с вами был Виталий Волков увидимся в следующий раз